Осень Осень Я давно с тобою не был В лужах разлетаются птицы с облаками Осень Я давно с тобою не был Осень В небе шкут корабли Осень Мне бы прочать земли Там, где в море тонет печаль Осень темная даль Что такое осень? Это камни Фермы с над чернеющей не воют Осень вновь напомнила душе о самом главном Осень я опять лишён покоя Осень вновь напомнила душе о самом главном Осень я опять лишён покоя Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Плюсы и минусы» С вами снова я, Ольга Бабаянс Вы знаете, сегодня удивительный день При таком великолепном солнце солнечном, жарком просто дне в конце дня страшнейший ливень Я вот, честно говоря, думала, что я не доплыву Потому что машина моя тормозила прямо в этих в клубах воды огромном количестве воды Водители друг друга не уважали и толкались все вместе по этой дикой трассе водяной Вы знаете, получилось, доплыла и прямо-прямо к самому эфиру А всё почему? Потому что я очень хотела встретиться с вами Потому что вы, мои дорогие зрители это то, что составляет нашу Одессу, Украину Да и всю страну, и весь мир И вот почему печальные осени штрихи? Почему так захотелось поговорить в этот осенний день? Хотя не типичный абсолютно осенний день Потому что, я же говорил сияющее солнце И сегодня, ну вы знаете, что моя специальность это всё-таки биология, сельское хозяйство и доктор науки биологических Так вот сегодня мы уже приступили к посеву наших опытных делянок И это тоже примета осени Потому что замечательные тёплые дни которые способствуют просто посеву пшеницы, ячменя того, что составляет нашу национальную безопасность И вот сегодня на эту уже посеянную ниву пошёл благодатный дождь Всё здорово Природа хочет чтобы у нас всё было хорошо Природа даёт нам возможности ощутить все прелести каждой поры года Я люблю лето Кто-то любит весну Кто-то любит зиму И почему-то очень многие не любят осень А ведь осень это замечательное время Осень это подведение итогов Для одних это начало года для других это действительно подведение итогов И те итоги, которые подведены нашими аграриями конечно же они говорят о том, что вопреки всему что бы ни происходило и как бы ни происходило элементы коррупции не коррупции политические разборки всё это такая ерунда по сравнению с тем что есть люди которые творят вот эту нашу экономику наше сельское хозяйство и осень способствует опять-таки я надеюсь я надеюсь что эта осень будет достаточно типичной потому что вот заметите завтра будет замечательный день и потом каждый день осени будет уходить 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 в прохладу и это правильно потому что если хорошая осень потом будет хороший урожай а наш урожай это наше достояние это наше благополучие осень богата своими красками и когда сейчас выходишь на французский бульвар ну правда не такой уже он прямо сейчас в деревьях но честно говоря когда выезжаешь вот за город или побывать в Умани сейчас это самое милое дело потому что такого количества красок такого количества замечательных деревьев которые сияют оранжевыми красными голубовато желтыми зеленовато желтыми красками наверное и ни одно время года не показывает потому что осень осень почему грустно осенью грустно осенью потому что сокращается день потому что улетают журавли потому что всё готовится к зиме. По приметам осени мы можем определить, какая будет зима. Жёсткая, тяжёлая, лёгкая. Кто-то говорит, что будет зима до минус 32 градусов, что будет жесточайшая за период 30-летней зима. Кто-то говорит, что будет зима мягкая. По приметам тех, которые наблюдаем мы, учёные, я бы сказала, что катаклизмов не должно быть таких каких-то особенных в зиму. Потому осенью я очень хочу, чтобы вы насладились тем, что даёт нам осень. А что главное в осени? Вы знаете для меня, что главное в осени? Это и грибы тоже. Потому что грибы – это примета того, что будет. Чем будут жить животные в лесу? Чем будут питаться те же самые деревья? Насколько будет тепло и хорошо им жить в симбиозе с грибами? До последнего дня ещё не было сведений ни с Винницкой, ни с Винницкой области о том, что появились белые грибы. И вот буквально пару дней тому назад сообщили, что грибы, белые грибы появились уже в наших лесах. И грибы – это особенная статья. И грибы – это то, что составляет сферу моей деятельности. И грибы – это то, что даёт нам тоже определённые всплески энергии. Потому что именно сейчас будут появляться боровики, причём с самого высокого качества, с самого высокого и сильного. Будут, конечно, ядовитые грибы. И потому, если вы будете уходить в лес, я думаю, что сейчас пройдёт ещё пару деньков, и и в Одессе, и под Одессой, в лесочках тоже, и в Алтестово появятся грибы. Но будьте осторожны, потому что вместе с хорошими грибами, с едобными грибами, обязательно будут встречаться ядовитые грибы, о которых мы очень часто с вами говорим. И я бы хотела снова ж таки в такой осенний период времени, в момент, когда природа, когда деревья уже заканчивают цикл, когда грибы начинают свой цикл, как раз уже близится прохлада, и потому количество грибов будет увеличиваться. Самое ценное в это время грибы, потому что практически нет вредителей, которые бы их поедали. То есть грибы, которые собираются осенью в этот период, они абсолютно не имеют червивости, они очень вкусные, они очень питательные. И очень хочу, чтобы каждый из вас попробовал хотя бы окунуться, хотя бы обратиться к этой третьей охоте. Вы не представляете себе, насколько это благостно, насколько это здорово для организма и для души. Потому что когда ты идёшь и выходишь на поляну, и среди елей или сосен или дубов вы видите красоты неописуемой белые грибы, вы должны понимать, что природа даёт нам вот этот ещё один шанс взять этот гриб, использовать его и в питании. Потому что белые грибы, они кроме всего прочего, кроме того, что это великолепная красота, но царь грибов, они ещё обладают колоссальными свойствами, которые используются снахарями, раньше использовались. Сейчас белый гриб тоже будет использоваться, уже очень скоро будет использоваться в традиционной медицине, потому что выделены особые онкостатические вещества, которые помогают бороться с самыми тяжёлыми проблемами, онкопроблемами. Это не сказки, это быль. И очень хочется, чтобы вы осенью приобщались тоже к этому. Если вы нашли настоящие белые грибы, вы можете абсолютно не бояться. Вы можете использовать эти грибы даже в сыром виде. Точно так же, как лисички, которые не имеют аналогов ядовитых, вы тоже можете использовать в питании. Подосиновики, подберёзовики. Особенно подберёзовиков будет меньше, а вот подосиновики будет достаточно много. Это абабки их ещё называют. Они имеют чёрную шляпку, чёрную, либо белую шляпку. Их разновидностей очень много, но тоже можно не бояться брать эти грибы. Грибы, когда они перерабатываются, когда они подвергаются тепловой обработке, они становятся ценным, хорошим продуктом питания. Если же грибы используются в сыром виде, то это лекарственный продукт. Вы знаете, что мы постоянно с вами говорим о том, что мы есть то, что мы едим, и всякое лекарство есть яд, и всякие яды есть лекарства, всё дело в дозе. Это знаменитое изречение Гиппократа. Однако всегда надо помнить о том, что природа даёт нам выбор. Мы выбираем, и природа даёт нам возможность выбирать что-то лучшее, что-то худшее. Но я вас всё-таки приглашаю обязательно на третью охоту. Собирать грибы – это третья охота. И вот особый дар есть у грибников, когда они выискивают грибы. Единственное, что я вас хочу предостеречь от одного. Если вы не знаете грибов, если вы неумелый, никогда ещё не посещали вот эти вот грибные плантации и площадки, не ходите в одиночестве. Возьмите товарища, друга, подругу, которая знает что-либо о грибах, и никогда не собирайте те грибы, которых вы не знаете. Это очень опасно, и это чревато отравлениями. И сейчас в Украине по незнанию, по безалаберности человеческой достаточно много грибных отравлений. Причём отравления грибные случаются не обязательно с абсолютными дилетантами. Они встречаются очень часто и с теми людьми, которые достаточно хорошо сдают грибы. Вы должны помнить, что если у вас полная лукошка, лисичек, полная лукошка белых грибов, подосинок и подберёзок, и если там появится хотя бы одна небольшая часть бледной поганки или волоконницы, это очень опасные грибы, вы сведёте на нет всю вашу работу. Весь этот сбор урожая может привести к фатальным исходам. Потому берегите себя и всегда знайте, что грибы – это наши друзья, однако надо всегда иметь осторожное и всегда иметь осторожное отношение к этим продуктам. Осень. Осень, осень, осень. Возвращаться хочется постоянно к осени, потому что осень даёт нам ещё и огромное количество ягод. Ягоды. Я хочу… Не знаю, обратили ли вы внимание на рябину, на боярышник кровавокрасный. Это те ягоды, которые встречаются у нас в Одессе достаточно часто. Ягоды эти достаточно мощные. Рябина очень рано начала набирать цвет. Это говорит о том, что, возможно, будут небольшие морозы. Боярышника очень много. И если вы… Снова же таки, я вас возвращаю в лес, в лесочек. Если вы, прогуливаясь, найдёте там шиповник, найдёте, если будет далеко от трассы, найдёте тот же самый боярышник, рябину, не постесняйтесь. Природа поблагодарит вас за то, что вы распространяете этот продукт. Возьмёте немного и заготовьте себе на зиму. Потому что боярышник – это замечательный продукт, замечательная ягода от различных проблем сердечно-сосудистых. Вы знаете, что есть аптечные капли боярышника. Но какое удовольствие сделать чай из боярышника. И вот тут-то опять осень. Опять осень, потому что осень нам даёт возможность ощутить уже и прохладу. Ну, я не буду говорить о плохом. Я не буду говорить о том, что когда включат отопление, будет ли у нас тепло в квартирах. Это вопрос, честно говоря, тяжёлый, но не хочется о нём сейчас говорить. Хочется говорить о другом. Если вы, а вы знаете, что осенью, кроме всего хорошего, приходит к нам ещё и огромное количество инфекций. После лета мы расслабились. После лета мы свободны в своих действиях. И тут бациллы все, которые возможны. И вирусы, и бактерии, и грибки. Они все устремляются тоже на нас, потому что мы начинаем терять свой большой-большой иммунитет, который мы отработали уже летом. И вот сейчас именно вот эти вспышки вирусных заболеваний, причём достаточно большое разнообразие этих вирусных заболеваний, не вызывают они особых осложнений, однако же приносят неприятности. Будьте тоже очень внимательны. Не переохлаждайтесь, потому что очень легко сейчас и простудиться, и заболеть. Потому что утро начинается прохладой, в течение дня поднимается достаточно высокая температура, мы раздеваемся, мы ощущаем себя ещё в лете, а к вечеру наступает вот такая холодная погода. Поэтому берегите себя. И обязательно, обязательно используйте в своём питании чаи. А вот чаи – это уже вопрос очень интересный, потому что чай традиционно, да, чай как растение – это одно, но чаи можно готовить очень разные. И чаи как раз осенью, они будут обладать особым целебным свойством. Представьте себе, что вы вымокли. Вот сейчас вот как в этой дороге, я представляю огромное количество людей, которые перебегали через дорогу, мокрые брюки, мокрые ноги, мокрые туфли, я не говорю, что мокрые машины, которые надо как-то дотащить домой, довезти их, и это тоже переохлаждение. Как можно спастись осенью от этих проблем? У вас в арсенале дома обязательно должно быть пару лимонов, имбирь, корица, гвоздика. Вы знаете, вот я специально принесла сюда сегодня пряности и специи, потому что вот эти пряности и специи – это тоже примета осени. Ну, это примета еще одного времени года, но об этом мы будем говорить потом. Но пряности – это то, что не даст нам возможности заболеть осенью. Повторяю, имбирь, лимон, специи и пряности – это то, что может составить замечательный, целебный и очень горячий, не горячий по своему, по температуре, а горячий для организма, который вводит, когда вы выпиваете, все органы начинают ощущать вот эту теплоту и жару. Готовим чай. И эти чаи, они поднимают наш иммунитет, эти чаи помогают нам бороться с различными инфекциями, потому что ни одна бактерия не устоит против корицы, мускатного ореха, бадьяна. А, кстати, специя, венепряность бадьян – это удивительное тоже растение. Вот такая звездочка, если вам видно, оператор может показать нам. Для меня вершина специй и пряностей – это бадьян, корица и мускатный орех. Ну, видно или нет? Сможем вам показать? Да? Почему? Потому что эти специи, они обладают тоже особыми свойствами, причем, чтобы вы понимали, каждая из специй, которая используется, посмотрите, какая звезда замечательная, видите, вот это вот бадьян, да, мускатный орех и корица. Вот эти все, как мы говорили, ингредиенты, они могут быть использованы, знаете, для чего? Для очень вкусного напитка. И вот, наверное, вот этот напиток, он должен обязательно у вас зафиксироваться где-нибудь в прописях и быть в использовании. Глиндвейн. Что такое Глиндвейн? Вы, наверное, слышали. Но тут есть небольшой спорный вопрос. Осенью ли использовать Глиндвейн? Ведь для него есть четко определенное время года. Предрождественское время. Именно тогда, когда мы приезжаем в Германию, в Австрию, во всей Европе, сейчас в Украине то же самое. Ярмарки предрождественские, предновогодние, они сопровождаются обязательным Глиндвейном. Однако, я не в обиду, конечно, будет сказано о нашем Глиндвейне, но все же, все же, Глиндвейн в Европе – это особое действие. Когда проходишь по… Ну, в Германии, в Австрию, где угодно, где угодно, Глиндвейн там имеет особый вкус. Это не обязательно алкогольный напиток. Потому что, если мы говорим о Глиндвейне классическом, это, да, действительно, это основа, основу Глиндвейна составляет вино, красное или белое, но обязательно все-таки сухое красное или белое вино. И набор специй, пряностей. Осенью я вам очень рекомендую использовать это для того, чтобы оздоравливаться. И я сейчас бы хотела, чтобы мы посмотрели еще один рецепт, который я предлагаю, потому что Глиндвейн можно использовать и взрослым, и детям. Вы скажете, ну, как же можно детям использовать Глиндвейн? Основа для Глиндвейна может быть и яблочный сок, который используется точно так же, как используется вино красное. Ну, а сейчас я хочу, чтобы вы обратили внимание, Глиндвейн настоящий, вкусный, тот, который дает силу и здоровье. Он готовится из красного сухого вина. Лучше, чтобы это было каберне классическое, саперави или мерло. Это три вида сухого вина, которые очень хорошо подходят для Глиндвейна. И можем применять обязательно палочку корицы, бадьян, мускатный орех, зира, это белый тмин, и обязательно гвоздика. Можно менять, можно добавлять еще и ваниль, но только не ванилин, а только палочку, стручочек ванили. И вот этот набор специй с вином, он уже составляет вот эту часть. Вы берете 300 миллилитров вина, разогреваете его практически до кипения, то есть еще только пенка начинает появляться, добавляете туда несколько ложек сахара, желательно сахар, чтобы был тростниковый коричневый сахар, потому что появится особый такой вкус с дымком легкий. И специи. Вот когда вот это все уже одно в одной куче, и еще обязательно туда добавляется кусочек апельсина или лимона уже по вкусу и по аромату, и вот тогда настоящее действие должно быть, для того, чтобы Глиндвейн был безалкогольным, потому что алкоголь в любом виде, даже если это сухое вино, все-таки есть алкоголь. И не всем он показан, и вообще-то он вреден. А вот если мы обесточим, или обезалкоголим этот Глиндвейн, мы получим целебнейший напиток. Как это происходит? Надо, ну, по-настоящему в Грузии. Это делают так. Берут большой кинжал, его абсолютно крепко до красна раскаляют на углях, и опускают в кипящий Глиндвейн. И вот в это время весь спирт, который есть в этом вине, он уходит, и остаётся вот эта вот масса потрясающего вкуса, целебная, и это жидкость, которой можно лечить людей. Потому что все силы организма устремляются как раз вот на этот замечательный напиток. И, ну, это вкусно, это полезно, и я даже очень рекомендую вам использовать это тоже в питании. Что такое осень? Осень – это сбор орехов. Хочу, чтобы вы обратили внимание на наши обычные грецкие орехи. Сейчас начинается мода на этот орех. Мы, так как мы уже живём в таком открытом обществе и обмениваемся продуктами со всем миром, с разными странами, то орехов мы знаем огромное количество. Есть экзотические орехи типа кешью, фисташки, разные-разные. То, что называется орехом, и то, что не есть орех, тот же самый арахис – это бобовое растение. Так что очень много и очень видов много этих орехов. Но грецкий орех обладает особой силой и особыми свойствами. Вообще-то я сторонник, всегда сторонник того, что мы должны питаться теми продуктами, которыми даёт наш регион, который даёт наша страна, наш климат, наша почва. Потому что именно здесь рождаются вкусные, полезные, хорошие продукты, которые очень органично подходят каждому организму. Если бы мы исповедовали именно это правило в питании, не было бы у нас такого количества аллергиков, не было бы у нас такого количества астматиков и людей, которые имеют атопический дерматит. Это я вам говорю абсолютно точно. Грецкий орех – это продукт, недооценённый ещё нашим обществом. Грецкий орех – это замечательное ядро. Это масло, целебное масло, которое может излечивать все язвы, которые бывают в желудочно-кишечном тракте. Вы представляете себе? Это абсолютный антагонист геликобактера пилори, возбудителя язвы двенадцатиперстной кишки. Ореховое масло. Сейчас всё больше и больше компаний начинают заниматься сбором, вы слышали, ореховая мафия, наверное, слышали такое, сбором орехов, но эти орехи, они готовятся, они уходят все на экспорт. С чем мы остаёмся? А мы остаёмся с арахистом, с фисташками и другими продуктами, которые у нас не произрастают, но которые заполняют наш рынок. Очень хочу, чтобы вы в своём рационе питания, особенно с осени, вот когда появляются орехи, и только у них растрескивается зелёная их оболочка, околоплодник, свежие орехи, то, что называется молочной спелости орехи, они тоже очень ценны, они богаты всеми микроэлементами, там очень много селена, там очень много бора, там много цинка, и все они молибдена, и они соединены в такую хорошую формулу, которая тоже даёт возможность не потеряться и восстанавливать здоровье. Это один из тех продуктов, которых надо съесть много, достаточно много, не надо бояться, их перенести нельзя, от них не будет ожирения, потому что ореховое масло, оно тоже, это жидкие масла, которые очень хорошо усваиваются организмом, это омегокислоты, это полезные вещества, которые просто необходимы тоже каждому, каждому, даже не очень здоровому, тем более организму. Потому, но что есть негатива в орехах, это то, что, вы же знаете, что вдоль дорог очень много ореховых деревьев. Это просто ореховые такие насаждения. С одной стороны, орех утилизирует все тяжёлые металлы, которые даёт нам дорога, который даёт нам транспорт, который движется по дорогам вдоль этих орехов. И это плохо, потому приобретать орехи на базаре тоже есть опасность. К сожалению, не могу вас обрадовать тем, что у нас есть хорошо работающие санитарные службы, которые блюдят правила, и которые не допускают ситуации, когда, ну, вот так, когда не проверяются продукции. Да, действительно, очень много продукции не проверяется, потому даже когда вы понимаете, что эти, только тогда, когда вы будете понимать, что эти орехи выращивались в нормальных местах, где-то далеко от трассы, вот тогда это целебный продукт. Не надо останавливаться вдоль дорог и сбивать палками орехи. Не надо, потому что это не есть польза, это есть исключительный вред. Точно так же, как и другие продукты, которые дает нам лес. Хочу, чтобы вы тоже обязательно обратили внимание на орехи. Лесной орех, лещина. Есть лещина маленькая, есть лещина крупная, уже оккультуренная, это фундук. Тоже замечательные орехи, которые, ну, они тоже в рационе питания составляют достаточно маленькую долю. Однако же даже немножко, даже, по сути, 5-10 грамм вот этих грибов в сутки, если их использовать, они тоже очень здорово поправляют работу печени. Они восстанавливают. То есть это те продукты, опять-таки, которые дает нам осень. Осенью есть самые вкусные яблоки. Сейчас на базарах появляются очень мало, конечно, потому что вы знаете, что технологии выращивания фруктов и овощей сейчас очень жестокие. Они замешаны на применении пестицидов, различных препаратов других. И потому они не могут быть и называться органическими продуктами. Но все-таки, все-таки, даже если они, это не те плоды, а если вы попадете в лес, пойдете на третью охоту, пойдете собирать грибы, и вы обязательно встретите там дикую грушку, дикую яблоню. Это не райские яблочки, не райские грушки. Это дикие. И вот эти дикие яблочки, дикие грушки, они, конечно, они очень терпкие, они кислые, но они потрясающе ароматные. Вот эти. Соберите немножко груш, немного яблок. Знаете, зачем? Это очень вкусно. Когда вы добавляете просто в чаи, вы можете мелко нарезать, даже просушить или держать в холодильнике вот эти продукты, потому что они очень полезны тоже для нас. И если бы мы, снова повторюсь, то если бы мы соблюдали все правила поведения в природе и знали, что нам может подарить природа, конечно, мы были бы значительно здоровее, значительно крепче, сильнее. И, наверное, осени существуют для того, чтобы показать нам, сколько всего у нас есть, какие мы богатые, мы просто не успеваем, наверное, разобраться в том, в этом богатстве. А богатство у нас есть. И хочу в этот такой вечер, вот сейчас, вы еще будете, конечно, со мной встречаться в этой передаче, но вот сегодняшний вечер я хочу все-таки, чтобы вы как-то немножко по-другому подошли к осени. сядьте, соберитесь с семьей, приготовьте себе Глендвейн, сварите, и набейте себе орехов грецких. Это будет такая вкусная пища, это так здорово, это так хорошо и для здоровья, и для души, и для сердца. Ну, а мы с вами встретимся ровно через неделю снова, с новой передачей. Я очень хочу, чтобы мои советы вам пригодились, потому что осень есть осень. Еще будут грустные дни, но все же оптимизм прежде всего, потому что за осенью неизбежно придет зима, а за зимой, глядишь, и день начнет расти, и весна будет на пороге. Осень приближает нас с каждым днем к весне, потому у природы нет плохой погоды. Будьте здоровы, национальной вам безопасности. У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать. Дождь, ли снег, любое время года надо благодарно принимать. от звуки душевной непогоды, сердце одиночества печать, и бессонниц корестные всходы, надо благодарно принимать. Надо благодарно принимать. отдыхать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров Корректор А. Редактор субтитров